Первый слайд нам наглядно демонстрирует, насколько серьезная проблема стоит перед онкологами. Прошу обратить внимание, что в настоящее время 32,6 миллиона человек – это численность больных раком во всем мире. Ежегодно прибавляется к ним на 70% и скоро будет 21,4 миллиона к 2032 году. Длокачественное образование головы и шеи – это одна из самых актуальных и социально значимых проблем в современной онкологии. Учитывая сложность этой проблемы, тяжесть этой проблемы, мы считаем, что все ресурсы, которые у нас есть, должны быть направлены на решение этой тяжелой проблемы. Это не только стандартные три вида терапии – лучевая, химиотерапия, хирургия, но и множество других, которые обладают определенным потенциалом в лечении этих опухолей, но которые почему-то не нашли до настоящего времени широкого применения, но в нашем институте они получили свое законное место. Это фотодинамическая терапия, это в том числе нейтронная терапия, о которой было рассказано в первом докладе, термолучевая терапия и интероперационная электронная терапия – все они создают комплекс эффективных средств, которыми мы стараемся бороться с опухолью. В неонкологии разработан метод комбинированного лечения злокачественных синоназальных опухолей с применением интероперационной фотодинамической терапии. Какие преимущества? Это высокая точность. Мы же знаем, что после удаления опухоли создается полость с очень сложным рельефом, который трудно, скажем, адекватно воздействует, скажем, интероперационной лучевой терапией. Поэтому вот фотодинамическая терапия, которая равномерно освещает, воздействует на все участки этой поверхности, у нее огромные преимущества. Безопасность, простота. Это оборудование, этап фотодинамической терапии, это физические кондиции. В исследовании было, исследование идет, это просто небольшой, скажем, такой предварительный результат. Вот на этом этапе было включено в исследование 36 больных, это 20 первичных и 16 рецидивных. Все они имели местно распространенный опухолевый процесс, как первичные больные, так и рецидивные. Наиболее часто встречался, конечно, плоскоклечечный рак и аденокистозный рак. Пример того, как выполняется хирургическое вмешательство и у больного, конкретного больного, предварительно, но тут нет этапа ФДТ, это просто этапа хирургического вмешательства. Мы не всегда делаем вот такое вот закрытие, полное закрытие после операционной полости. Очень часто после удаления полости, полость остается открытой. Это дает нам возможность наблюдать за процессом заживления после операционных ран, а также своевременно выявлять рецидивы опухоли. Результаты, я повторяю, это предварительные, но они очень обнадеживают. В исследуемой группе безрецидивная выживаемость двухлетней 73% по сравнению с 50% в основной группе. То же самое касается и общей выживаемости. Значительное преимущество у тех больных, которые, группе больных, которая получила фотодинамическую терапию. Таким образом, применение ФДТ позволяет увеличить показатель общей безрецидивной выживаемости, не утяжеляет течение после операционного периода, не оказывает влияния на качество протезирования, не требует дорогостоящего оборудования. Вторая группа больных – это больные, которые относятся, можно сказать, к тому материалу, накопленному в нашем институте за много лет, который не нашел просто освещения в первом докладе. Более тысячи больных с различным локализацией опухоли были подвергнуты нейтронной терапии в нашем институте. Дистанционная нейтронная терапия не получила широкого применения при лечении местно распространенных злокачественных наобразований. Ограничительным моментом является близость жизненно важных и чувствительных к нейтронному облучению органов, головной мозг, глаз, гипофиз, магистральные сосуды. Вместе с тем мы считаем, что есть признаки того, что нейтронная терапия может быть эффективно применена как раз при вот этой локализации. Патологический очаг расположен поверхностно, что позволяет достичь хорошего глубинного распределения дозы. Костная структура окружающей опухоль повреждаются нейтронами значительно слабее, так как благодаря более низкому содержанию водорода в костной ткани поглощенная доза быстрых нейтронов на 25% меньше. Это алгоритм лечения. Больной сначала проводится предоперационный курс нейтронной терапии, затем удаление опухоли и реконструкция опоронесущих структур эндопротезами из пористого никелита титана. Не только из пористого, из никелита титана просто. Больные представлены на этих диаграммах. В основном это были плоскоклеточный рак, саркомы, достаточно высокий процент, 18%. И другие редкие опухоли. Локализация верхняя челюстная пазуха, полость носа, решетчатый лабиринт. Это пример того, как у этой пожилой женщины практически бесследно прошло лечение. У нее была опухоль решетчатого лабиринта, опухоль удалена. Не знаю, заметен, не заметен после операционной рубец. И никаких следов проведенной нейтронной терапии. Хотя вот осложнения этого лечения были зарегистрированы у 15 больных из 46. Это расхождение краев раны на лице у 5 больных. У остальных осложнения зарегистрированы в виде атрофического дерматита или гиперпигментации. Вот как раз пример молодая женщина с такими вот последствиями проведения нейтронной терапии. С видящей выраженный фиброз мягких тканей в области рубца и прилегающих отделов щеки. Показатели 5-летней безрецидивной выживаемости, они значительно превосходят аналогичные показатели при стандартном методе лечения. Прошу обратить внимание на вот этот слайд. Поскольку эта группа набиралась в течение длительного времени, мы могли наблюдать этих больных буквально вживую. То есть больные обследовались регулярно. Вот больная Елагина, которую мы показывали, она каждый год в марте приезжала обязательно на обследование. То есть это вот реальные цифры. 11 больных из 46 пережили 10-летний срок лечения без дополнительного какого-то лечебного воздействия. Таким образом, я хочу сказать, что нейтронная терапия опухоли этой локализации – это высокое эффективный метод лечения. Другое дело, что в настоящее время, когда косметическая сохранность, она имеет огромное значение, а после нейтронной терапии остаются, скажем, стойки изменения кожи, рубцы, иногда даже свищи. То есть вот это является ограничительным моментом в применении данного метода лечения. И вот еще один метод интересный – это локальная гипертермия в комбинированном лечении глиобластом головного мозга. Ну мы все знаем, что глиобластомы, злокачественные глиомы – это очень злокачественный вид опухоли. Выживаемость их больных даже после проведенного лечения определяется неделями, месяцами в лучшем случае. Поэтому предпринимаются попытки увеличения эффективности лечения этой патологии. Они здесь перечислены. Но надо сказать, что все они имеют такую вот ограниченную эффективность. Механизм действия гипертермии представлен на этом большом слайде. И надо сказать просто, что он воздействует на все элементы опухоли. Методика проведения химио-лучевой терапии – это лучевая терапия, химиотерапия и сеансы. Сеансы гипертермии, которая проводилась на протяжении всего курса лучевой терапии. Два раза в неделю в количестве примерно 10 сеансов за курс лечения. Аппарат, который применялся для глубокой гипертермии Цельсиус-ТСС, площадь нагревания превышала наибольший диаметр опухоли не менее чем на 3 см. Нагревание проводилось постепенно путем повышения мощности, ориентируясь на переносимость процедуры. Надо сказать, что прежде чем начать клиническую апробацию этого метода, мы провели исследование возможности нагрева участков головного мозга. Для этого создали соответствующий фантом, который по плотности, по своим электрическим свойствам полностью соответствовал головному мозгу и злокачественному образованию. И было доказано, что происходит эффективное нагревание на нужной глубине, что это нагревание не повреждает, не перегревает окружающие среды головного мозга. И только после этого, убедившись в безопасности и эффективности, мы стали применять этот метод на больных. Непосредственные результаты, они действительно обнадеживают. Наблюдение за больными продолжается, продолжается набор больных. Отдаленные результаты, они конечно не блестящие, но тем не менее они значительно лучше, чем в контрольной группе. Таким образом, вот транскраниальная высокочастотная гипертермия безопасна и адекватна для использования в режиме радиосенсибилизации. Радиосенсибилизация не увеличивает частоту и степень выраженности местных лучевых реакций, токсичность химиотерапии и не увеличивает продолжительность химиолучевой терапии. Использование термохимиолучевой терапии в комбинированном лечении приводит к улучшению показателей безрецидивной и общей выживаемости, в том числе при неблагоприятных клинических факторах прогноза. Отсутствие мутации IDH и метилирование промоутера MGMT. Это все у нас выполняется, мы обязательно за этим следим. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерий Александрович. Вопросы? Да, Андрей Павлович. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый. Ваше отношение к фотодинамической терапии как к моно-методу при первичных опухолях полости рта. Про кожу я не говорю, а именно про полости рта, пускай отчетный рак. У нас собственного клинического опыта нет в этой... Ваше личное мнение? Ваше мнение, что это будет достаточно эффективный метод лечения. Тогда второй вопрос. Фотодинамическая терапия, я всегда, когда пациентам объясняю, я привожу, например, монетки с плоским дном и опухоли, как дно океана. Вот опухоль – это не монетка. Фотодинамическая терапия обрабатывает четкий совершенно слой по глубине, ну, грубо говоря, 4 мм. 5 уже 6 не возьмет. Опухоль, она по нижнему краю неоднородна. На мой взгляд, это ограничивает применение именно в первичных опухолях. Ну, это может быть ин-ситу, да, это может быть лейкоплакия. Но вот некоторые протоколы, которые мы обсуждали в марте, Т2, Т3, ну, это вообще для меня непонятная вещь. В таком случае, какой механизм действия интероперационной фотодинамической терапии, на ваш взгляд, почему преимущество добавляется использование... Я за интероперационную фотодинамическую терапию, сразу скажу, но при коже. При плосклеточном раке полости рта какой механизм, что дает в плюс выживаемости и безрецидивный, именно применяя ФДТ? Да, ну я... Мы идем... Вы же идете на радикальную операцию, вы же не работаете там в режиме Р2 и добавляете ФДТ, да? Ну, я еще раз повторяю, что по полости рта у нас нет опыта этого. У нас это больные с опухолями верхней челюсти. Верхнюю челюсть, да, я возьмем. Верхнюю челюсть мы удаляем достаточно радикально, но всегда есть опасность обсеменения каких-то микроскопических остатков опухоли. И вот... По сути, мы работаем с Р1, да, который мы макроскопически не видим остаток, да? Да. И это нам позволяет действительно микрофокусы какой-то там, ну, скажем так, простите за выражение, тонкий слой опухоли обработать в это преимущество. Если мы идем на Р2, то, наверное, смысла в интероперационной ФДТ тоже не будет, как вы считаете? Скорее всего, так и есть. Спасибо. Мы... Просто не вошло в доклад. Мы же проводим еще и спектроскопию, определяем флюоресценцию. И вот проводим... Если нашли какие-то участки опухоли, оставшиеся после удаления основного массива, мы проводим дополнительно фотодинамическую терапию на эти участки. Замечательно. Можно мне, да, продолжить вопросы к вам? Я бы не выступил, но меня задел ваш постулат, когда вы сказали, что фотодинамической терапией, по какой программе вы проходили больных, лечили, это один из самых безопасных и самых замечательных методов. Это тяжелейший метод, плохо переносимый больными. Почему вы такие вещи говорите? Вы имеете в виду, наверное, фотодинамическую терапию рака кожи, базально-клеточного рака. Не только. С большими поверхностями, да, с большим объемом поражения. У нас тоже такие были больные и тоже тяжело переносили вот такие вот. Но мы-то говорим немножко о другом. В этой связи нужно более аккуратно говорить. Сергей Олегович, а о каком препарате идет? Дальше. Об аллосенсе? А? С каким препаратом вы работаете? И в частности, да. Аллосенс? Плохо переносится, да, фотосенсы переносится. Нет, а мы работаем с фотогитозином. Тяжелая переносимость у больных. Это уже другой этап фотодинамической терапии. Аллосенс действительно дает вот такие тяжелые осложнения или переносимость. Это фотогитозин. Да, и аллосенс дает. А фотогитозин? У него значительно меньше таких побочных реакций. Евгений Церенович, спасибо большое за то, что вы защитили докладчика. Дальше перехожу к вопросу. Вы сказали о локальной гипертермии. Это, да, это нам знакомые вещи. Да, у нас это все проходило и так далее и подобное. А у вас есть опыт лечения больных с гипертермией всего тела? Вот в свое время Мюллер в Хейдельбергском университетской клинике вот это вот все это пропагандировал. Выскодозная химиотерапия, гипертермия всего тела и так далее и подобное. У вас какие-нибудь такие есть наблюдения? У нас есть только исторические сведения. И причем эти исследования проводились задолго до Мюллера. Еще в 50-х годах академик Александров проводил и локальную, и общую гипертермию. Вот. Но мы общей гипертермией не занимаемся. Спасибо. Мы используем глиомах гипертермию. Какой вид гипертермии вы использовали? У меня три вопроса. Второе. С какой частотой? И какая была интегральная температура у вас достигнута? Мы использовали радиочастотную гипертермию. С какой частотой? С ВЧ, ВЧ, ВЧ. Нет, это не СВЧ, не ВЧ. Это радиочастотная гипертермия, Цельсиус, ТСС аппарат. Немецкий. Какая? Немецкий, да. Какая частота? Вот здесь указано, я не помню, честно говоря. А где? А где? А где? Вот, судя по... Ну, мы, естественно, что прямо в опухоли мы температуру не могли замерить, это головной мозг. Вот. А на фантоме мы достигали температуры 41 градус и достаточно эффективно держали ее необходимым. Нет, здесь же речь идет не о самой гипертермии, здесь речь идет о радиосенсибилизации, потенцировании эффекта. Но мы же понимаем, что цель гипертермии это не сварить опухоли. Это не цель гипертермии, мы тогда сварим все вместе, там, и головной мозг, и все остальное. Цель гипертермии это... Да, головной мозг перегревать ни в коем случае нет. Принцип-то основной на чем строится? Во время обработки высокой температуры, ну, высокой это уже 40, считается. 41, тем более, да. Вырабатываются белки теплового шока. Фактически мы просто нагружаем опухоли новым антигеном. По большому счету это так, если фундаментально смотреть. И почему вот уперлась гипертермия в свой тупик? Потому что появились иммунопрепараты. И новые препараты, которые могут увеличивать антиген-презентацию в опухоли. Мне кажется, просто это, в конце концов, заменится одно другим. Но суть-то от этого не меняется. То есть мы нагружаем новым белком, который увеличивает антиген-презентацию в опухоли. За счет этого и реализуется, на самом деле, мы сейчас уже к этому пришли, реализуется иммунологический ответ противоопухолевый, который накладывается на лучевую терапию, который сама по себе тоже еще увеличивает антиген-презентацию. И вот, собственно говоря, вокруг этого все и крутило. Проблема белков теплового шока, она действительно существует. И одно время даже высказывались опасения, что вот именно эти белки препятствуют эффективному применению в последующем химиотерапии, даже и лучевой терапией считалось. Но со временем стало все ясно, что эти белки очень быстро распознаются организмом и разрушаются, и элиминируются соответствующие отдачи. Продолжение следует...